На второе послание к Тимофею Святитель Иоанн Златоус говорит нам о страшном дне пришествия Господня Страшный, поистине страшный, предстоит нам отчет И много мы должны оказывать человеколюбие, чтобы не услышать страшных слов Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих И чтобы не услышать, между нами и вами утверждена великая пропасть Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих Чтобы с трепетом не услышать нам, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю Чтобы с великим страхом не услышать, лукавый раб и ленивый Матфея, 25 глава, 26 стих Страшно, весьма страшно и ужасно это судилище Хотя Бог и благ, хотя Он и милостив Он называется Отцом Милосердия и Богом Всякого утешения У апостола Павла, 2 Коринфянам, 1 глава, 3 стих Он благ так, как никто другой Снисходителен, щедры многомилостив Он не хочет смерти грешника Но чтобы грешник обратился от пути своего И жив был Книга Езекииля, 33 глава, 11 стих Почему же этот день будет исполнен такого ужаса? Огненная река потечет пред лицем его Книги деяний наших отверзутся Самый день будет подобен горящей пищи Ангелы будут носиться вокруг И разложено будет множество костров Как же скажешь, Бог человеколюбив Как Он милостив и как благ Так при всем этом Он человеколюбив И здесь-то особенно открывается величие Его человеколюбия Ибо для того Он и внушает нам такой страх Чтобы хотя таким образом мы пробудились И стали стремиться к Царствию Небесному Для того Господь все сказал и изъяснил нам И не только изъяснил, но показал и последовал этому сам Хотя и одни слова его достоверны для нас Но дабы кто не стал подозревать в словах его преувеличения Или другой угрозы Он присоокупил удостоверения и посредством дел Каким образом, не спосылая наказания на людей И частные, и общие Дабы ты убедился самими делами Для этого Он и показывал фараона Наказывал, то наводил водный потоп И всеобщее погубление То посылал истребительный огонь И ныне мы видим, как многие порочные наказываются И предаются мучениям Все это подобие гиены Так, дабы мы не предавались сну и беспечности И не забывали слов Господа Господь напоминает о них и возбуждает нас делами Устрояя здесь допросы и судилища и наказания Если же люди, столько заботясь о справедливости То неужели у Бога, который есть сам законодатель Не обращается на Него никакого внимания Можно ли поверить этому? Подлинно, везде можно видеть судилище И в доме, и на площади Так в доме Господина ежедневно судятся слуги Требуются отчетов в их поступках За одни наказываются, за другие прощаются В селах земледельцы и жены Ежедневно судятся взаимно На кораблях судят корчей, в войсках военачальник Судят воинов, в искусствах учитель, ученика И многое множество можно найти судилищ Таким образом, и в частности, и вообще все судят друг друга И нигде не увидишь, чтобы справедливость была пренебрегаема Но все и всегда дают ей отчет Если же здесь так распространена Забота о справедливости И в городах, и в домах У каждого человека порознь То неужели нет никакой справедливости там Где деснится Божия полноправды Псалом 47, 11 стих И где правда его, как горы Божии 35-й Псалом 7 стих Но почему же, скажешь Бог, судья праведный И всемогущий, и долготерпеливый Допускает грехи И не тогда же наказывает за них Здесь же заключается причина Господь говорит, что ты долготерпелив А долготерпение его ведет тебя к покаянию Написано Если же ты упорствуешь, то Написано По упорству твоему и нераскаянному сердцу Ты сам себе собираешь гнев Римлянам 2, глава 4, 5 стих Итак Если он праведен, то воздаст по достоинству И не оставит без наказания делающих зло Ибо это свойственно праведному Если он всемогущ, то воздаст и по смерти И при воскресении Ибо это свойственно всемогущему Если же он по долготерпению своему медлит То не будем смущаться и говорить Почему он не наказывает здесь и сейчас Ибо если бы было так Если бы он ежедневно подвигал нас Наказанием за наши преступления То род человеческий уже не существовал бы Нет, поистине нет дня свободного от грехов Но ежедневно мы грешим больше или меньше Так что никто из нас не мог бы Достигнуть и 20-летнего возраста Если бы не было великого его долготерпения и благости Дающих нам достаточный срок для покаяния Для того, чтобы мы очистились от грехов Господу слава во веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!